бизнес ланч здравствуйте это программа бизнес ланч на радио 1 у микрофона мира алекса и сегодня отправимся с вами в путешествие по московской области и побываем в хаски парке раменская у меня в гостях руководитель парка игорь кузьмин игорь александрич здравствуйте добрый день ну что же обещала я нашим радиослушателям путешествие вот такое вот заедем обязательно ваш парк это я думаю прекрасная будет идея для многих семей для многих путешественников как провести выходные а может быть и не только да конечно это место у нас удивительное пользуется большой популярностью особенно родители с детишками потому что дети вот они всегда любят общаться животными особенно на природе когда хорошая погода вот с удовольствием приезжают и вот у нас отдыхают сейчас мы вам расскажем про наш парк вот как там можно отдохнуть что увидеть я думаю если вас заинтересует то мы готовы вас принять с удовольствием расскажите тогда историю самого этого парка как давно он появился с чего вообще все началось ну идея это родилась давно потому что вот такие ну такой проект мы планировали на севере сделать вот но потом все таки уехали в москву так как я москвич проработал на чукотке вот пришло время возвращаться но и вот решили такой маленький кусочек севера перенести московскую область именно в районский район потому что у нас там как бы и в свое время и дача была и живем мы там рядом вот у нас такие крупные города как раменская бронницы воскресенск это вот в основном люди которые к нам едут постоянно и когда они к нам приезжают конечно первым делом они попадают на большую территорию нас трасс три с половиной гектара большая территория красивое место удобный подъезд нас как бы искать не надо вы набираете в любом поисковике или в навигаторе хаски парк раменска и прям приезжайте к нашим воротам у нас отдельный въезд вот и то есть вы сразу попадаете в парк а сколько лет уже вот когда это все да ну вот организовали мы где-то вообще мы занимались этим парком давно вот таким проектом но он у нас был всегда чужой аренны территории вот у нас был один парк значит тоже в егорьском районе там на частной земле потом мы переехали тоже на частную землю это на николину гору там на берегу москва реки мы там где-то три года отработали но как всегда знаете бизнес он такой что сегодня ты там нужен а завтра тебе сказали спасибо до свидания на нам земля нужна вот поэтому мы купили вот эту землю в собственности она у нас собственности организовали как бы ну официально зарегистрировались как и п вот и сейчас официально работаем и уже работаем где-то на своей земле пять лет вот но первый год конечно был такой практически мы не принимали гостей потому что строились обустраивались вот и вот где-то на второй год мы первых гостей стали принимать ну про нас как бы не узнал как бы мало кто знал поэтому было сначала тяжело сложно ну как любой бизнес когда начинаю начали до до всегда сложно да потом значит потихонечку потихонечку начали развиваться особенно вот помогли такие передачи как ну на телевидении вот обычную идут под новый год показывает где можно под москвой отдохнуть не выезжая куда-то там далеко вот и в общем то вот тоже не канал там 360 которого под москвой очень хорошо работает под московью они вот показали нескольких сюжетов и вот тогда к нам просто люди поехали потому что ну вот из в основном из радио из телевидения народ узнает вот пробовали мы соц сети как-то это не пошло потому что ну не все родители так скажем есть время сидеть в соцсетях вот ну а так в общем то вот сейчас проект развивается и в общем то люди про нас узнали скажите игорь александрич вот если так по порядку три с половиной гектара земли до собственности вы ее приобретали деньги которые были вложены в развитие этого бизнеса это были личные средства уже заработаны за время да вот здесь поработали там или прибегали каким-то заемным средством как здесь да но мы в общем то знаете как любой развивающийся бизнес он никогда не стоит на месте и никогда вот денег вот просто вот ну понятно свободных да свободных вот нет мы всегда думали что вот сейчас мы начнем там зарабатывать но всегда вот новые идеи новые проекты хочется в это вложить в это вложить и как правило вот ну долго зарабатываешь а денежки быстро заканчиваются потому что все время вкладываешь и также получилось так вот когда мы поняли что нам нужна своя земля потому что мы уже там вот несколько парков построили вложили деньги оказалось что они как бы ну не наши потому что но земля не наш вот и здесь чтобы купить землю просто нам повезло получилось так что в этот момент земла земля очень стоило недорого и нас в общем таких денег не было но помогли родственники мы обратились ко всем не друзьям не стали обращаться мы обратились к родственникам вот родственник как как бы они видели чем мы занимаемся знали что у нас нет какой-то есть такой быстрый проект что он у нас уже давно идет и что мы как бы мы можем где-то заработать и отдать нам дали помогли вот собрали нам сумму необходимую мы купили землю вот за счет вот это важно иметь свою собственную землю более опыт уже был когда здесь там конечно без этого в общем-то любое дело начинать рискованно потому что вот много людей которые в подмосковье сейчас вот занимаются таким агробизнесом что-то выращивают вот постоянно слышишь вот даже у нас вот у главы было недавно совещание там вот предприниматели жаловались что арендуют землю а хозяева пришли и говорят все нам бы не интересны а люди говорят а мы вот куда нам там у нас там животные там посевы что нам делать вот ну глава сказал будем помогать разбираться что там что вот поэтому в связи с этим как складываются отношения с городской администрации да ну смотрите дело в чем что сейчас конечно ну такие благоприятные времена для нас настали в общем для нас администрации на нас обратила внимание но это по всей стране потому что ну действительно мы такой малый бизнес который делает как бы немного но он делает свою работу вот и нам все-таки надо помогать потому что крупному бизнесу понятно надо помогать но мелкому тоже вот и всегда в общем-то ну приглашает вот на нас конференции всякие там мероприятия собрания вот какие-то даже рекламные когда вот проходят мероприятия нас всегда приглашают со своим стендом там с рекламой все это бесплатно абсолютно вот приглашают на радио на местные каналы это здорово помогает потому что но люди вот например приезжают нам и говорят вот мы вот вчера послушали радио там или посмотрели передачу и только узнали что вот буквально 10 минут до вас доехать в этом отношении конечно помощь помощь происходит а какая-то финансовая помощь участвуйте в каких-то грантах но в частности минсельхоза московской области они на проекты агро стартап проводят и семейные фермы сейчас вновь объявлен смотрите в принципе я думаю что эта помощь больше нужно тем людям которые только вот начинают до начинающим бизнесменам конечно им трудно и во-первых опыта нет финансирование особо им никто как бы не дает а там конечно обращаясь за грантами какими-то вот такими проектами там во первых смотрят там подсказывают там при как бы ну предостерегают от каких-то ошибок то есть очень грамотный подход вот поэтому вот это для этих в общем то людей мы опытные уже люди которые там десяток лет занимаемся да нам как бы там ну не очень удобно даже обращаться потому что там и без развития там и там и без нас очень много желающих вот мы как-то уже сами справляемся ну то есть мы уже нишу свою нашли и нам проще все таки вот как-то вот бориться в собственном соку ну конечно если какой-то будет грандиозный крупный проект какой-то перспективный конечно может быть мы мы пойдем а так конечно мы где-то там засвечиваемся тоже подаем какие-то заявки проекта небольшие но так это очень как бы аккуратненько я напоминаю эта программа бизнес-ланч на радио 1 и сегодня у меня в гостях руководитель хаски парка раменская игорь александрич кузьмин бизнес-ланч игорь александрич вот как уже сказали маленький кусочек севера вы создали в московской области вот теперь расскажите три с половиной гектара как это все выглядит сколько хаски сколько было сколько стало смотрите мы у нас сразу могу сказать у нас как бы парк для семейного отдыха мы его позиционируем там семейный отдых круглый год то есть у нас парк работает круглогодично без всяких перерывов без выходных то есть в любое время но в определенное время у нас обычно там зимой с 11 часов до 16 потому что ну рано темнеет а как бы сказать ли в летний период мы работаем с 11 до 18 причем мы работаем каждый день то есть в любой день вот в этот период времени можно приехать зайти к нам в парк что касается вот зимнего проекта когда все это происходит зимой у нас но во первых очень красиво во вторых у нас много собак у нас больше ста собак хасок плюс есть щенки которые просто вот для детей самое это это наверное интересное причем у нас собаки как если в вольерах так и как бы вот на свободном выгуле свободном выгуле да причем вот на стоянке у нас собачки даже вот есть которые просто бегают подбегают встречают машины щенки тут все просто все хаски да все хаски ну есть у нас там такие не хаски но это как и которые мы там подобрали на улице пожалели они у нас тоже живут вот ну в общем то людей сразу встречают у нас собачки когда мы проходим на территорию вот у нас там есть небольшой кафе где можно попить чай абсолютно бесплатно сколько хотите вот там едой мы не торгуем но потому что есть определенные там как моменты вот а чай пожалуйста вот пейте сколько хотите дальше мы проходим на площадку у нас там такая как бы фото зона где стоит настоящий чукотская яранга сшита из настоящий шкур который мы привезли с севера то есть этому внутри тоже она оформлена шкурами то есть можно прийти внутри пофотографироваться снаружи стоят нарты там шкуры висят то есть это можно прям пойти и посмотреть пофотографироваться попасть на территорию такого маленького стойбища чукотского вот дальше у нас площадка с играми где стоят ну такие традиционные национальные игры там можно арканом рога половить есть у нас такая забава там за гарпунь кита это вот такая рыба на веревке с отверстием вот надо будет надо в нее попасть крупном вот потом у нас есть чукотские лыжи но самое вот интересное для наших посетителей некоторые приходят первый раз видит ну забава уникальная это две доски на которой прибиты крепление для восьми человек человек то есть на этих лыжах ходят люди восьмером вот они такие большие длинные то есть 8 человек встают и надо вот синхронно ногами двигать чтобы не упасть ничего ну то есть забава прям с удовольствием но и традиционно еще как бы русская забава это перетягивание каната то есть тоже с удовольствием детишки ребята там и взрослые соревнуются перетягивают особенно это весело зимой когда снег чистый когда вот любят они как бы и упасть и поковыркаться вот ну и дальше самое интересное на нашего зимние как бы забавы этом это конечно катание на собачьих упряжках вот у нас наверное самый ну не знаю конечно не могу тоже что сказать но наш самый большой круг вот такой как бы стандартный для массового катания он 800 метров вот идет по всей территории нашего парка то есть и там и по полям и по лесам и в общем-то мимо животных то есть человек вот как бы попадает такую тоже историю катану как прокатиться на собаках это необычно интересно с удовольствием ноги катаются вот у нас очень демократично мы катаем то есть у нас нет такого что один человек там заплатил и едет у нас например может родитель с двумя детьми прокатиться маленькими или как бы двое детей то есть вот просто платят за услугу катания ну вот одного круга вот ну что еще можно сказать у нас в общем-то территория большая и многие люди приезжают со своими какими-то там ватрушками лыжами вот и в общем-то там на снегу развлекаются даже вот футбол играют то есть ну такая вот причем футбол играют собаками которые бегают вот так вот они вот-вот-вот бегают за мячом только что развлечение тоже такое интересное это зимой это зимой да зимний когда больше зимой или летом посетить ну знаете у нас сезон как правило начинается вот самый массовый это когда прям вот у нас при просто аншлаг это когда начинаются зимние каникулы конечно вот в эти 10 дней это наверное самый нас ну кормят эти 10 дней вот ну причем многие там спрашивают вы знаете многие парки берут за все ну как бы ну за все за доплату какие-то до с дополнительные там у нас практически только входной билет и катание на упряжке парковка там там говорю чай там еще что-то все все бесплатно то что некоторые спрашивают а сколько парковка стоит у нас парковкам огромная бесплатно нас парковка на 50 на 60 машин приезжайте ставьте вот они готовы другом парке парковка платная причем мы билет уже три года не повышали цену у нас как был взрослый билет там 500 рублей вот он а детский 300 до 14 лет а дети до 6 вообще бесплатно а в основном везут детей маленьких до 6 лет и знаете как приятно родителям когда они просто 1000 рублей заплатили а четвером а как тогда удается игорь александрович это же бизнес тем не менее корма для собак дорожает жизнь дорожает тяжело с одной стороны как бы ну за счет вот это демократно демократического отношения к нашим вот гостям люди понимают лучше три раза приехать к нам чем в какой-то парк один раз приехать то есть уже и постоянные клиенты постоянные клиенты ему даже эти дам 500 рублей не жалко потому что вот приехал папа или мама с ребенком 500 рублей в наши дни это не такие деньги вот и они позволяют даже вот приезжать там два три раза в неделю и за счет этого то есть деньги те же а удовольствие удовольствие для людей нам приятно вот как бы так ну перейдем сейчас к зиме но между летом и зимой есть такое как бы у нас не сезон межсезонье да но это у всех бывает вот в это время у нас как правило мы тоже работаем никого не ограничиваем но немножко неудобно все-таки это где-то сыра где-то ну лужица где-то собачки грязные вот но люди приезжают быть не волнуйтесь мы мы будем с ними целоваться обниматься пусть они нас испачкают ничего страшно вот поэтому такой межсезонье бывает и как бы погода такая бывает вот сейчас вот видите то снег то дождь там как бы не очень вот когда солнышко да весело но когда начинается лето когда все подсыхает когда вырастает травка когда зири деревья у нас у нас на территории сосны березы в общем ну такая очень красивая природа вот когда травка вырастает когда эти березки становятся зелеными вот тогда самый интересный как бы летний момент плюс у нас на территории 22 пруда или озеро вот можно так сказать где полно рыбы просто там ее кишит мы всем гостям которые приезжают к нам мы пожалуйста ловите рыбу и дети вот бесплатно ничего не надо только удочки берите там приманку какую-то вот идите ловите на наши там пруды как говорится рыбу сколько хотите вот плюс у нас я говорю у нас такая березовая роща там все время грибы растут у нас или люди себе грибы собирают или нам приносит а какая да вот просто они говорят а чё у вас так грибы растут никто не собирает а мы говорим ну мы как бы спокойно относимся посторонних кроме вас нету вот потому что там там закрытая территория непроходной двор если гриб растет мы просто мимо него проходим смотрим а вот маленький вот большой а вот он уже все умер вот ну конечно соберем там поедим но мы как бы особо не любители но вот такой тоже момент есть вот но собаки постоянно постоянно как бы с ними можно пообщаться погулять ну даже собачку взять можно погулять по нашей территории походить вот куда-то сводить на пруд покупаться вот ну в общем вот летний такой отдых мы также игры и жилища тоже все это есть вот единственное чем отличается лето от зимы что нет катания вот мы как бы планировали сделать на карте это на колесах но знаете опыт вот прошлых парков показал что люди как-то вот ну жалеет животных они ведь нам жалко жалко мы видим что им тяжелее жарко тяжело да и мы как бы это вот услугу летом убрали потому что ну действительно гуманно да да гуманно да надо относиться к животным потому что это все таки не машина вот летом то они зимой они с удовольствием бегают собаки им это просто вот в кайф а вот чуть начинается тепло и мы видим даже вот сейчас вот когда весной когда солнце стало пропекать видно что собачкам жарко тяжело и мы их уже стали уже жалеть уже так как бы не сильно эксплуатируем уже там по двое детей не сажаем объясняем говорю вот пожалейте собачек давайте вот по одному там ну тоже но люди понимают конечно вот такая вот история сотрудников много игорь александрович кто за всем за этим следит ну смотрите у нас этот мы как как бы объяснить мы в свое время делали не тоже сотрудники у нас все начиналось коллектива с как бы я еще руководитель национально фольклорного ансамбля песни танцев народа в север чукотка с которого все началось сейчас мы правда этот проект ну как бы закрыли на какое-то время потому что ну как только корпоратива закончились как денег у компании стало мало и мы в общем но это не рентабельно стало и нам пришлось немножко распуститься вот а так в этом проекте в основном у меня вся вся семья вот жена дочка сестра вот ну и я и в общем то мы вот таких вот людей со стороны особо в бизнес этот не не приглашаем но иногда приезжают там волонтеры или какие-то родственники тоже там но со стороны сестры вот они в общем то ну когда вот перевод вот этот сложный они просто помогают как волонтеры вот естественно например дети детей там каких-то друзей они привозят мы и покатаем бесплатно и покормим все 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 на так вот мы как бы справляемся особо-то ну таких проблем нету потому что живу носова собачка это все-таки не корова там которую над пасти вот собаками попроще их главное вовремя как бы кормить до 100 собак да да прогуливать там да там ну следить за ними вот это как бы мы уже этим занимаемся давно поэтому нам это не сложно а гости откуда в основном приезжают и как вот сейчас знаете пандемия была да все были да вы знаете пандемия нам дала даже больше клиентов чем на свежем воздухе да во первых на свежем воздухе мы закрыли все помещения территория большая вот посетители даже не ну сложно было к ну не то что они не могли потому что да когда люди расходятся по такой территории когда там 100 собак вот они люди не пересекались нигде мы вот у нас были вот всякие обряды там вот это вот где мы собирали людей мы это тоже все отменили вот и в общем то люди приезжали и смотрели его действительно не ну каких бы ограничений нет особо тем более в то время парки вот такого плана не закрывали как бы закрывали такие вот большие государственные парки а нам все-таки дали возможность поработать вот и у нас очень хорошо клиенты ехали в этом году тоже как бы вот люди уже но они там делятся я понимаю понимаю так в соцсетях фотографии выкладывают и получается так что вот это сарафанное радио она дает больше эффекта чем если ты сам вот это пиаришь пиаришь ну потому что люди уже вот боятся что их обманут или что а как правило так бывает если красивая реклама там разрекламированные люди приезжают а там вообще не то что думали то что на ноги приезжают были в другом парке горит там год нам расписали приехали а там просто ну мы больше туда не поедем только к вам я бы ну пожалуйста мы рады вас видеть то есть это не только раменская как вы сказали нет мы знаете у нас да у нас москва очень много сейчас едет вот у нас вот даже с рязани люди едут даже там с пушкина едут хотя у них там тоже свой парк хороший есть вот ну правда он не не как бы не не собачий вот то есть люди некоторые даже вот с москвы там а в проектах вот зима в подмосковье лето в подмосковье участвуете играли да участвую вот как бы вот у нас как говорится по программе губернатора да вот нам поставили указатели и вот зимой как бы на трассе у нас просто мы рядом с трассой но чем вот его ревская него не горе ревская а вот это кольцо бетонная называется рая бетонка да бетонка да вторая бетонка вот на ней а сто седьмая вот мы просто от нее 600 метров находимся и указатель прямо на поворот к нам вот он как раз давал тоже дополнительный конечно конечно ну как это туристический объект да да причем мы баннер в свое время там ну как бы вот оплачивали но там дорого он стоит а мы вот в этом году не стали потому что как бы не знали заработаем не заработать потому что вы знаете когда вот летом оно там идет ни шатка ни валка но там заработали на корм собакам хорошо сами там уж как-нибудь вот а зимой всегда такой вот напряг придут люди не придут то что же ну сезон то наш вот но как правило вот даже без рекламы мужа не стали щит этот делать без рекламы ну благодаря вот губернатору его таблички которую они уже фут нам и летнюю сделали зимнюю табличку да и вот благодаря табличке бесплатной люди к нам едут да игорь александрович какие планы есть ли какие-то идеи относительно может быть домиков для проживания чтобы гости приезжайте вот вот уже в этом году даже в прошлом году только собрались только деньги собрали и когда пошли на рынок еще у меня был прошлом году была такая это ну как как это не идея мысль что нужно поехать и зимой купить струй материалы пока нету очередей пока там все лежит пока там все мы не знали что с ценами будет вот честно говорю но вот было такое ну конечно у нас зимой дел много и потом 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 пошел на рынок я такой мне просто рука не поднялась ничего купить я просто морально деньги были но морально за такие ну за такие деньги я просто не стал покупать вот вы говорите начинающим нужны гранты вот грант на развитие так что стоит принять участие в конкурсе от минсельхоза может быть конечно посмотрим вот а так конечно планов громадьё и в этом году хотели вот мы сейчас вот тоже не знаю как будет но у нас какой-то стройматериал есть будем делать наверное вот на берегу все-таки у нас сейчас значит пруды мы там обустроили в общем-то потихонечку обустраиваем и сейчас будем такие делать небольшие зоны отдыха для того чтобы действительно человек не просто пришел на пруд на пруду под посидел а чтобы он посидел беседки с лавочками там мог покушать там отдохнуть не два не три часа вот приехал с утра и вечером уехал у нас парке нет ограничений по времени да нет у нас единственное что как бы нас есть время кормления собак и желательно до этого времени но чтобы люди уехали ну как правило летом это бывает 7 8 часов вечера мы кормим собак вот поэтому я думаю там с 11 до 8 вечера люди смогут у нас отдыхать вот практически ну и мы всех приглашаем хаски парк раменска приезжайте парк раменска приезжайте да вот ну чтобы я хотел порекомендовать все-таки надо дождаться когда у нас наступит сейчас все-таки лето подсохнет подсохнет да чтобы вам было комфортно потому что если вам комфортно и нам комфортно спасибо игорь александрович развития вашему парку осуществления всех планов сегодня в программе бизнес-ланч на радио 1 принимал участие руководитель хаски парка раменска игорь александрович кузьмин бизнес-ланч